Добрый вечер, дорогие братья и сестры! Мы с отцом Александром начинаем нашу обычную программу в прямом эфире. Телефон в студию 8495-959-5939, по которому вы можете позвонить нам и задать ваши вопросы. У микрофона протореет Дмитрий Смирнов. Добрый вечер, дорогие слушатели! Напоминаю, что наша передача идет в прямом эфире и называется «Ответ на вопросы», на ваши вопросы. Не просто беседы двух батюшек в студии, а ответы на ваши вопросы, которые интересуют вас. И поэтому мы ждем от вас, и будем рады на них ответить. Батюшка, ну, хотелось бы начать с вопроса, связанного с праздником Покрова Богородицы. Видение блаженного Андреева в Хлацхерском храме, в котором он увидел Богородицу, простирающую свой амафор над молящимися, легло в основу этого праздника, который назвали Покров. А почему Покров? Потому что многие как-то не понимают, с чем связано именно название Покрова. Видимый образ того, что молитвы Престой Богородицы, они являются покровом для верующих, которые пришли в храм. И при этом люди все равно продолжают грешить. А чтобы люди переставали грешить, для этого нужно, ну, можно сказать, вдохновленные этим видением, покаялись бы в грехах, перестали бы, и Престая Богородица этому может помочь. Человек, кающийся, вдруг признает, что ничего в жизни не меняется. Грех все равно остается сильнее моих желаний жить иначе. Он все равно меня возвращает к тому, что привычно ему, не отпускает. Что здесь не хватает? Усилия самого человека или, может быть, помощи Божьей? Или он каким-то образом оказался вне молитв о нем, небесных сил и святых? Дело в том, что очень многие люди грешат совершенно невидимо для самих себя. У них, у многих, иллюзия, у глубоко верующих людей, что они вообще делают все правильно, что они весьма хорошие люди, и что им, ну, кроме как что-то съел не то, каяться вообще не в чем. То есть такая слепота, получается? Да, полная слепота, абсолютно невидение своих грехов. Но эти люди читают Евангелие? Ну, что, чтут, они, разумеют. Такое очень часто встречается. Евангелие, как зеркало, отражает несоответствие человека. Да, но вот наблюдается такое явление, что человек не понимает, что это о нем. Поэтому человек прощает себе и фарисейство, и лицемерие. И очень многие пожилые люди, они просто истязают своих родственников. Детей, их жен, мужей, истязают внуков. И не чувствуют это. Не только не чувствуют, они считают себя во всем правом. Но если я старше, то значит, я опытнее и мудрее. Ну, это вполне возможно, мудрее. Но мудрость века сего, это не то, что требует Господь. И тогда в чем же покров Пресвятой Богородицы, ее молитвенный покров над нами? А что надо к ней обращаться за молитвенной помощью, поддержкой. То есть он простирается и над тем, кто этого покрова ищет. Конечно. А не нас всеми. Нет, автоматически ничего не происходит. Потому что, ну, действительно люди уверены, что раз за нас молятся святые, сама Богородица, то нам ничего не угрожает. Так за нас сам Христос умер. Ну, это основополагающее учение протестантов. Он уже все сделал. Конечно. Он уже все сделал. Осталось от нас только покаяться. И взять свой крест и следовать за Христом на Голгофу. Но когда человек слышит слово «каяться», он говорит, да я каюсь. Каюсь очень, очень каюсь. Это в таких категориях не измеряется. Очень или не очень. Да. Потому что сам Ивангелие говорит о том, что если исполнил все, то должен говорить, что я раб, не ключи мы есть. А можно ли вообще человеку исполнить все? Нельзя. Но даже если исполнить, должно быть отношение к своим подвигам, в кавычках, именно таким. Господь говорит, будьте совершенны, как Отец Небесный, совершенны. Но это невозможно ни для какого существа живого. Даже ангелы не могут до этой высоты подняться. А Господь призывает человека. Это достижимо? Ну, может быть, в бесконечной перспективе? Или это есть просто то, к чему мы устремляемся? Да, устремляемся. И в пределе, конечно, этот человек может достигнуть, когда душа будет отходить от дела. То есть это будет дано человеку некое такое вот совершенство, что ли? Ну, да. Испытание. Ну, испытание чего? Вера его? Ну, конечно, вера. Как сегодня, да? Блаженный, не видевший, но веровавший. Алло, добрый вечер. Вы знаете, мы что-то плохо вас слышим. Что-то у вас там не то с вашим микрофоном. Хорошо, сейчас слышите меня. Сейчас гораздо лучше. Добрый вечер. Я бы хотела вопрос вот какой задать. В ближайшее время планируется заменять паспорта существующие на электронные. И в некоторых радиостанциях, я вот слушаю, одни батюшки говорят, что нельзя не брать ни ИНН, ни всякие электронные карты. Вот ваше мнение по этому поводу. Мне бы очень хотелось узнать. Спасибо. У меня нет никакого мнения. То есть, вы знаете, абсолютно никакого мнения. Даже мысли, да, на эту тему? Нет, ну, все мысли уже 30 лет последние, только об этом и говорим. Ну, да, началось с ИННов, и вот все продолжается. Ну, и дальше будет продолжаться. Ну, если тогда это было массовый такой страх на людях, то, мне кажется, сейчас уже немногие как-то в страхе пребывают перед этим. Ну, что кажется? Придут, объяснят. Заменят. Ну. Как ИНН. Всем присвоили. Да, конечно. Знаешь ты его или не знаешь, он у тебя есть. И можешь этим, так сказать, себя успокоить. Гордиться. Бачка, а что нам тогда опасаться в будущем? Обосаться? Вообще, бояться христианин должен двух вещей. Господа Бога и греха. А что значит бояться Бога? Это бояться, оскорбить его величие. То есть поступить против. Да. Надо к Богу относиться с трепетным благоговением. Чтоб ничем его не огорчить. Но дети тоже иногда по своей детской простоте огорчают своих родителей. Да, конечно. Того не желая. Ну, вот и человек зачастую, не желая Бога обидеть, но творит что-то ему противное. Ну, да. Это я в курсе. Ну, нет же страха такого, что... Или это уже какая-то болезнь, когда человек просто начинает во всем видеть ошибку. Боится ошибиться, ну, просто вот в каждой мелочи. Бога обижу. Бога обижу. Ну, я такого не встречал. Может, тебе так повезло в жизни. Ну, а исповеди встречаются, да. Иногда редко. Но когда человек просто зациклен на любой мелочи. Нет. Если зациклен, это зациклен. Это уже болезненное явление. Вот вы как-то тут помянули, что даже если человек исполнил все, а насколько нам нужно стремиться исполнить все? Или для человека достаточно какой-то, ну, меры? Да, достаточно в домино не играть и все. Остальное, что хочешь, то и делай. Ну, а это сейчас все с радостью скажут. Ну, все. Ну, да, мы спасены. Да, в домино не играю. Да. Ну, вот этот вопрос, он нередко возникает. Да вопрос, потому что человек хочет от Бога отделаться. Они все время, люди говорят, а где грань? Ты мне дай грань. Ты мне дай то, что я могу вот сейчас. И оставь меня в покое. Да, то есть ты мне определи. Да. Сам. А уж все, что за... Конкретно. Все, что сверх, тут уж... Да, извините. Извините. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Отец Дмитрий, праздник. Скажите. У меня глупый вопрос. Это из Подмосковья. Ну, а вопрос глупый, может быть, но он меня что-то так вот заинтересовал. Это у нас в Евангелии есть в одном случае петлю хлебами, да, накормлют. Спасите. В другом случае семью. А вот на службах у нас только пять, да? Вот есть на это что-то такое? Или это вот как-то... Да нет, ну, вы возьмите и добавьте еще два. Да нет. Из дома принесите, я съем. Или уже как принято, вот приняли вот уже один раз. Да, вот приняли и все. Вот такой вот. Ну, я, например, глупый вопрос. Да ничего глупого. Так что будет охота привозить, я съем с удовольствием. Ну, я поняла. Ну, отлично. Спасибо. Еще раз проехать. Что делать, если жена вообще не слушается мужа? Не исповедуется, не причащается, хотя была воспитана в церковной семье? Ну, трудно сказать, что делать. Каждый человек сам выбирает себе жену. Какую человек выбрал? Он все последствия этого несет. Ну, не может человек предвидеть, каким другой станет спустя 10-15 лет. Ну, так задатки-то все видно. Ну, не всегда. Ну, как? Если девушку воспитывали, тогда надо узнать, кто. И посмотреть на этого воспитателя или воспитательницу. Ну, чаще те, кто воспитывали, первую половину жизни были неверующими. Потом воцерковились. А ребенок уже к этому времени подрос. И так бывает. И то, что в нем было заложено в самом детстве, оно оказалось сильнее, чем новый пример воцерковленной семьи. И так бывает. Смотришь? Главное в браке – это терпение. А еще в браке бывает, батюшка сел один другому на шею, ножки свесил и так доволен. Ну, хорошо. А тот, кто на шею не сидит, он возьмет и приляжет. И все. Один на шее сидит, а другой прилег. И все. И слушает радио Радонеж. Он же, вот нам, Евгений, доложил, что круглосуточное обещание. Неудобно сидеть, когда другой лежит. Ну, как-то так, да. Алло, добрый вечер. Здравствуйте, батюшка. У меня такой вопрос. Вот в Евангелии Господь нам показывает, как правильно относиться к человеку. И Господь всегда давал людям то, что им нужно. Но Он знал, что им нужно. Вот как нам можно понять по отношению к близким, что им нужно, чтобы правильно их любить? Спасибо. А что такое правильно любить? Не совсем понятно. Ну, наверное, можно ответить словами апостола. Пусть каждый угождает во благое к созиданию. Ну, я не думаю, что нас поняли. Потому что если уж творишь некое угождение, чтобы оно было во благое, а не во вред человеку. Ну, я со словами апостола Павла, конечно, согласен. Пусть, ну, тогда, может быть, действительно поясните. На Ваш взгляд, что значит правильно любить человека? Правильно любить – это значит иметь готовность и ему послужить. И собой пожертвовать ради него. Нет в высшей той любви, когда кто душу свою положит за други своя. То есть человек должен быть обращен на другого человека. Если кто из Вас хочет быть большим, тот пусть будет всем слуга. Вот это и есть любовь. Но услужение, оно может превратиться и часто превращается в угодье. Человек в угодье. Ну, если превращается, то это плохо. Христианство – это вещь трезвая. А человеку угодье – это уже пристрастие. Помог человеку раз, два. Он уже ждет, он уже требует. Он уже обижается, если ты его как-то отодвигаешь от себя. Если ты его ничем не обижал, а он обижается, это можно совершенно этим пренебречь. Человек находится в каких-то своих болезненных фантазиях. Что ты ему должен. Да. Но говорят, ну как, ты человека приручил, отвечай за него. Нет, но нужно так действовать, чтобы ничего плохого не случилось. То есть мера помощи должна соответствовать. Часто такое тоже бывает. Ну, какая-нибудь бабушка, внука балует, балует, балует. Вот, а потом несет последствия от этого. Всячески. Ну, бабульненька, милая, ну ты сама же виновата. Совершенная любовь изгоняет страх. Надо читать Писание и вооружимся. Словом Божиим. Совершенной любви здесь нет. Страх победил. Конечно. Я бы такой женщине не посоветовал бы никого усыновлять. Но разве не естественный вот этот страх перед новым таким поприщником? Страх вообще не естественный. Человек перед нами малодушный. Человек, не надеющийся на Бога. Человек-фантазер. То есть прогноз у него чисто негативный. Да. Изначально. И выбирает из всех обстоятельств как раз то, что его ужасает. Ну, что ж, человеку свойственно. Вот свойственно, и тогда и незачем вообще задуматься про это. Тогда любой шаг, он вызывает страх последствий. Да. И, конечно, такие малодушные люди идти на этот подвиг, а всегда воспитывать ребеночка этот подвиг. Даже своего. Да, уж тут столько страхов можно. Через сколько угодно. Набраться. Да. И вот, батюшка, в продолжении. Какие книги по педагогике вы посоветовали прочитать? Очень много книг сейчас, но много, на мой взгляд, неполезных. А вы что можете посоветовать? Макаренко, Корчак, Сухомлинский. Пистолотца. Ну, это классика педагогики. А современные я и не читал. Ну, эти авторы, они уже давно в наших книжных шкафах находятся. А насколько изменился, может быть, подход? Не имею представления. Но вы сталкиваетесь с реальными ситуациями всеми, с вопросами о воспитании. Насколько их советы, они... Нет, когда сталкиваешься уже с ситуацией, то только руководствоваться психофизическими свойствами детяти и исследованием среды, в которой он помещен судьбой, и здравый смысл. То есть, что может помочь? Надо рассуждать. И рассуждать, и пробовать. А вот советы педагогов великих, которых вы перечислили, они, как бы, в какой ситуации приложимы? Ну, вот, вообще, любые такие классические произведения, они хороши, когда мы умеем прилагать одно к другому. Вот, современный человек, он любит инструкции. Для чего? Потому что, чтобы не думать. Он не научен. Ну, а я-то что могу сделать? Учить, тем более по радио, ну, это же нелепо. Если человек за что-то берется, например, за езду на самокате или на велосипеде, вот, вообще, скажите, пожалуйста, а с чего начать? Я должен, так сказать, позор моим сединам объяснять по радио, как ездить на самокате. Ну, а что-нибудь сам-то можешь? Человек находится в среде, где ему всегда подсказывают. И эти подсказки очень противоречивы. И тогда нужен авторитет, который может все-таки ему помочь сориентироваться среди моря этих советов. Ну, понимаешь, какое дело? Я же не могу изучить эту среду, исходя из вопросов. Кое-что видно и слышно. Но совсем не все, ошибки неизбежны. А что я так глупо выгляжу, что можно от меня ожидать обучения? Нет. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем. Здравствуйте, батюшка. Помогите, пожалуйста, разобраться. Что, вот, если я делаю для человека что-то доброе, это ради Христа получается или ради человека? Ну, вот, как вот это вот разобраться в этом? Не факт, что ради Христа. Большинство людей, мам, пап, бабушек, они совершенно не ради Христа делают то, что они считают добрым для своих детей. Просто им так кажется. А совсем нет, они даже готовы поколичить ребенку жизнь. Ну, вот, человек воспитан, хорошо воспитан и делает добро, потому что он так науне. То есть рыбу ножом не ест? Нет. Дверь придерживает, место уступает, говорит спасибо. Да ты что? Потрясающе. Ну, разве не всякое доброе дело приятно Господу? О делах не сказано. А святые говорили, что дело, которое сделано доброе, не во Христе, это зло. То есть мотивом этого поступка послужило тщеславие, гордость, корысть. Корысть, может быть. И это дело стало злым именно из-за вот этого прелога. Конечно. Потому что доброе дело во Христе, оно очищает душу человека, которого делает. А дело, которое не во Христе, оно губит душу. Заражает гордостью. Хотя внешне выглядит очень даже привлекательно. А внешне иногда и трупы хорошо выглядят, если в морге хорошо потрудились. Просто хоть женись. Да уж. Да уж. Это же и есть выглядит. Людям вообще часто друг на друг наплевать. Поэтому они говорят, как ты хорошо выглядишь. Речь идет о том, что изображает собой кожа твоего лица. Больше ничего. Потому что дальше кожи уже ничего не видно. Ну и что? И это что? Добро зело, что ли? Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Елена. Отец Дмитрий, скажите, пожалуйста, был ли у Иуды выбор? И если он был, то в какой момент? Выбор есть всегда. Не только у Иуды, и у нас с вами всегда есть выбор. Многожды Господь давал ему. Да как? На тайный вечер 20 раз мог. Ну, на тайный вечер он ему просто прямо указал. Потому что он знает, что тот собирается делать. Ну? Ну что? Каждый человек сам выбирает, где ему быть, в раю или в аду. Вот есть такое понятие, как точка невозврата. Вот когда человек увлекается грехом. Ну, это понятие такое, ну, художественное, так сказать. Никаких точек нет. Пока человек жив, он может покаяться. Даже если, как многие говорят, очень-очень-очень грешен. Или как во всем грешен. И даже если тебе уже 98 лет, и ты на смертном адре. Все равно, пока ты жив, ты можешь, как разбойник на кресте, обратиться к Богу с покаянием. Алло, добрый вечер, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Батюшка Дмитрий. Тут такая ситуация, когда шла плохая, очень коротко формулирую. Значит, умерла у меня мать. И не успели пригласить. Ну, я допустил халатность. И пригласил священника на исповедь и причастие. И она, хоп, и умерла. А перерыв мне за причастием был большой. Я вот слышал, что якобы у вас во многих поколениях были священники. Вот мне хотелось бы узнать, можно ли матери вот как-то вот я сам... Вот это грехи на мне, по сути дела. Вот помочь как-то, чтобы вот те грехи, которые она совершила, допустим, она же была слепая и практически уже не ходила. Ну, там что только по комнате поддержать ее. Вот она не виновата. Виноват я. Вот можно как-то ей помочь, чтобы отпустились ее грехи? Мы можем, когда молимся о упокоении уже усопшего, снабжать эту молитву милостыней. Жертвовать на церковь. И можем еще вот что сделать. От ее имени дарить всякие подарки ближним, знакомым, родственникам, чтобы они также за нее помолились. Вот это милостыня, она молитву усиливает нашу. Вообще у молитвы есть два крыла. Это есть милостыня и пост. Если вы еще вот все 40 дней, возьмите на себя пост ради нее. Будете читать покаянный канон плюс канон о упокоении умершей. То это будет для нее благо. А вот порой людям хочется узнать, а какова участь усопшего? Изменилась ли она благодаря нашим молитвам? Как-то это можно узнать? Можно, конечно. Вот на страшном суде нам все объяснят. А, только надо подождать. Немножко подождать. В одной из молитв ко Святому Причащению есть слова. Господь ради нас, по нам бодрев любивый, и единую себе принес, яко приношение Отцу Своему. Почему эта жертва именно Отцу? Для чего она нужна Отцу? Чтобы явить любовь Сына к заблудшему роду человеческому. Христос дает пример. Пример любви, причем любви жертвенной. И он это показывает. Он себя приносит в жертву за нас. Каждый из нас должен был бы висеть на кресте и страдать. И вот это есть любовь. Мы тут давече говорили, что такое истинная любовь. Совершенно верно. Есть вопрос? Алло, здравствуйте. Добрый вечер, батюшки. Отец Дмитрий, вы как-то приглашали, беседовали с Еленой Пискаревой, режиссером фильма «Живи». Я знаю, что год назад она начала снимать фильм «Битва за жизнь». И успешно каудфайдинговая программа прошла. Вот вы не знаете о судьбе этого фильма. Может, ее еще раз в студию пригласить и пообщать. Очень интересно. Хочется этот фильм посмотреть. Ну, я думаю, когда она закончит фильм, она мне позвонит, я надеюсь. Сообщит, как и что. А так, пока ничего не знаем, ждет. Ну, надеюсь, скоро выйдет. Ну, все-таки фильм снять – это не все в руках автора фильма. Порой фильм выходит на удивление самим автором и участникам, и всем-всем-всем. Потому что вот видно, что и Господь тоже в этом участвовал. Ну, что ж. Дай Бог. Как найти утешение? Если моя мама не разделяет наших с мужем взглядов на жизнь, критикует, рисует страшные перспективы, расстраивается, самоогнетает нас, ждем и с мужем четвертого ребенка, спрашивает, когда мы остановимся, и что будет с нашими детьми, если с нами что-то случится? Мы живем всю жизнь отдельно, и ее помощи не привлекаем. Все равно. Не может спокойно на это смотреть, сердце обливается кровью, но она моя мать. Как мне правильно к ней относиться и с ней строить отношения? Как к тяжело больному человеку. Снисхождение, терпение. Да. Но ни в коем случае не идти на поводу. А именно это требуется. Ну, хорошо. Ответ. Когда вы остановитесь? На 14-м. Ты моей смерти желаешь, да ты меня совсем не любишь. А при чем тут? У нас семья, четверо детей. Ну, что четверть? Это куром нас. Вот 14, это уже солидно. Все. Может, мама хотела бы больше внимания от дочери, а та в семье вся. Оставить человек, отца и мать, и пролепиться к жене своей, и будут два в плоть единого. Это кто сказал? Ну, а как же я? Ну, мне же так. Скажите, а что тебе не хватает? Одиноко. Одиноко. Всегда можешь позвонить. Если не будешь чистить, даже можешь с разрешения приехать. И в этом усматривают... И потом одиноко. Вольнёж тебе было, родила без семерых. То один приехал в гости раз в месяц, то другой раз в два месяца. У тебя всегда в доме были дети, внуки. Ну, вот человек не любит много детей. Ну, извини, не любишь, так не любишь. Что же нам теперь? Сможем что-то разводиться? Детей делать несчастными? Нет, терпения много тут нужно. Понятно? Советские люди, с ними трудно. У них какие-то странные вообще представления. О добре, о зле, о любви. И всё, к сожалению, искажено. Ну, вот действительно, люди из того времени, они и молодетные, и определённым образом воспитанные. Ну, да. И то, что... Ведь христианство прямо противоположно коммунизму. Как и либерализму, как и фашизму. Это всё такие религии. Социальные. Которые противные христианству и созданы специально как альтернативу. Поэтому, чё ж уж людей, которые являются приверженцами этих трёх религий, мировых религий. И что ж тут удивляться? Ну, дай Бог и терпения. Да, дай Бог терпения. Я много и долго грешил. Последнее время часто стал задумываться о смерти. Меня стала угнетать совесть. Молюсь, стал читать Евангелие. Но вот новую мысль посетила. А вдруг Господь отвернулся от меня, и моё покаяние уже стало невозможно? А вдруг ничего не бывает? Могу успокоить. Всё бывает строго, закономерно. Описывается русской поговоркой. Как аукнется, так и откликнется. Ну, вот видно, много человек позволял себе грешить в жизни. И вот эта тяжесть, она его ввергает в неверие, в малодушие. Ну, а вот разбойник на кресте, который тоже немало погрешил, он и покаялся, и обратился к Богу, и первый вошёл в рай. Если читает он Евангелие, умничка, молодец. Вот когда дочитает до этого места, пусть над ним поразмышляет. Ну, одним из грехов, в которых люди чаще всего каются, маловерие. Маловерие маловерие, маловерие. Ну, если человек маловерит, он угодить Богу не может. Алло, добрый вечер. Дмитрий, здравствуйте, благословитель. Здравствуйте, Бог нас всех, благословитель. Виталий Савкин. Вот, знаете, у меня просто душа болит, сердце уже давно. Я 14 лет проработал на православном радио Воскресенье, Катеринбургской епархии, редактором детских и юношеских программ. Была очень прекрасная редакция, детская. То есть, ребята готовили передачи, они побеждали в различных конкурсах, но Байбаков, Дмитрий, ну, наверное, вы знаете, никогда не терпеть не мог детей. Ну, вот, буквально с 1 июня этого года, ну, вышел он в Северскую редакцию в углу с редактором. И, не знаю, мне вот, мне просто очень тяжело, ну, в том плане, что я на радио получал, конечно, 4 800, ну, это мизерные деньги, но я всегда приходил туда большой радостью, потому что мне хотелось готовить в программу, и сейчас какое-то такое состояние опустошенности, вот, ну, отец Дмитрий, вот, простой пример, вот, ребята, допустим, на радио, вы что, хотите пожаловаться? Ну, наверное, все не объяснить, но вот, вот, что вы можете посоветовать, просто это я болит сердце. А вот сердце, это, во-первых, не сердце болит, это у вас невроз, это совершенно другое заболевание, вот, а что, попить седативный чай и найти другую работу, или самому, ведь нет никаких проблем, чтобы создать свою радиостанцию, никаких, прямо в интернете вещания, вот у нас на приходе есть своя радиостанция Благовещение, уже много лет работает, и в эфир выходит на радио Радонеж, пожалуйста, что, я не понимаю, вот тут, какой-то вы уж очень нежный, или найдите человека, который был бы директором вашей станции, где будет два человека, он будет директорствовать, а вы будете, вы видите, четыре получаете, тысячи восемьсот, а я вообще ничего не получаю, тут сидишь до ночи, слезы утираешь взрослым мужикам, но когда любимое дело вдруг закрывают, еще кажется, что это несправедливо, надо иметь две сотни любимых дел, тогда, когда одно закрывают, другому больше достается. Но не каждому человеку это не каждому, хотя бы не 200, а 150. По крайней мере, слезы лить это неконструктивно. Как частенько бывает, батюшка поднял храм, создал общину, организовал приходскую жизнь. Пора ехать дальше, другой. А ему говорят, знаешь, вон там вот разрушенный храм, мыть оттуда. Ну да, кто везет, на того и нагружают. Вообще закон. Прихожане в слезы пишут петиции епископу, а все решение принято, все. Да хоть бы и не принято. Указ да, есть, все, и пошел, поехал. Обычная человеческая история. Батюшка, я... Со мной тоже был такой случай. Волтуфево построили дом, я тщательно выбирал келью, и у настоятель спросил, все, одну ночь там поночевал, а на следующий день меня перевели. Так что все это мы проходили. Да, и как это бывает поначалу обидно, а потом оказывается, что к лучшему. Ты знаешь, вообще обидно не было. Вот ни секундочки. Просто, ну, некоторые процессы, они мне известны, и так всегда бывает. Алло, добрый вечер. Алло, здравствуйте, батюшки. отец Дмитрий, вот недавно слушала ваш такой интересный острый спор с Владимиром Соловьевым по радиовести. А о чем вы спорили-то? А там вначале было слово. А потом? Изображение? Вот вы как бы говорили, я так вас поняла, что слово не обязательно, но я так поняла, что сначала мысли, разум Соловьев доказывал, нет, ну как же сказано в Библии, вот вначале было слово, а потом уже все остальное. Ну, дело в том, что он как бы человек из другой традиции, и он ну просто таки эту вещь не понимает, ну ничего тут особенного. А вот я хотела спросить, это просто его суждение или так принято вот в иудейской вере, потому что он всегда подчеркивает. Нет, иудейская вера это вопрос такой очень сложный, потому что ну, много направлений разных. Так называется иудаизм, но там разные существуют изводы этой религиозности. Соловьев вообще что-то такое свое. Я не могу представить себе Соловьева там сидящего в хоральной синагоге. У него какие-то свои там представления. Так что работаю в коллективе, где часто сквернословят. Как мне поступать в этом случае? Не обращать внимания или призывать все-таки людей? По-разному. Можно сменить работу, а можно сменить и специальность. Но вот здесь не указано возраст вопрошающего. А у нас теперь если кто-нибудь примет на работу посодить. Дмитрий Анатольевич обещал что посодить. Если предпенсионный возраст. Обижать значит? Да. Ну и самому человеку страшновато менять. То, что за жизнь уже сформировано. сформировано. эти все соображения знаю. Но призывать людей оно как-то конструктивно, как вы говорите, или это бесполезно? Опять, понимаешь, это зависит. Мужской или женский? Какой возраст? потом образовать лиценз? Потом количество в этом коллективе человек. Еще двое или 465 человек. Нет информации. Любое любой ну такой социологический совет должен быть срез. чтобы на все эти вопросы ответил. И то мне надо съездить посмотреть. Я, конечно, не поеду никуда. Своих дел полно. Но так вот просто очень опрометчиво. Люди вопрошают, надеясь на ваш богатый опыт и пасторский и житейский. Опыт каждого человека уникален. Я совсем не везде работал. Есть вопрос? Алло, здравствуйте. Здравствуйте, отец Дмитрий. Я вот хотела уточнить свой вопрос про правильную любовь. Пожалуйста. То, что вы не поняли. Абсолютно не поняли. Такой умный вопрос. Я вам конкретно скажу. Я вот люблю своего мужа. Стараюсь делать все правильно. А мне говорят, что я ему потакаю слишком, что я ему врежу. Но вот Господь умеет любить совершенно. Мы же не умеем. И вот я не могу понять, где правильно. А кто вам говорит, что вы не так делаете? Духовник. Духовник. Интересно. Но смотря в чем потакать. Ну не знаю. Я тоже не знаю. Я тут думал вообще, что вы в восьмом классе учите, а вы оказывается замужем. У меня такой голос. Ну хороший голос. Она всегда будет молодая. не знаю. Мне кажется, любить надо из-за всех сил. Даже еще чуть-чуть больше. И вот здесь начинается порой потакание человеческим слабостям. А дело в том, что если у человека есть слабости, а другой человек к этому относится с нисхождением, то человек может на свою слабость взглянуть по-другому. Батюшка, вот сразу в продолжении. Мой муж постоянно посылает меня в магазин за выпивкой или сигаретами. Когда я отказываюсь, он злится. Может быть скандал. Как мне поступать? Молча продолжать или воспротивиться? Опять заочи нельзя сказать. вот как-то сложилась в семье такая ситуация. Как мы не знаем. Но вот она видно стала потакать. И теперь если откажешь скандал. Ну я могу сказать чтобы я я бы не ходил. но я понимаю что бывают такие ситуации когда это будет провоцировать на какие-то еще худшие вещи. Дом курить запрещено. И в подъезде и даже рядом. Да. Так что что отец Дмитрий я полностью отчаялся своей неспособности соблюдать правила согласно которому запрещается есть перед причастием. И поэтому не приступаю к нему. Помогите. Что можно сделать? Я могу вас связать и выпускать только тогда уже когда евхаритический канун и попросить двух сторожей чтобы они на веревке вас держали чтобы вы в просфор не вцепились зубами. Потом после причастия развязывать и отпускать домой. Вот могу этим помочь. Приходите в храм все сделаем. Веревка у нас есть. Ребята у нас хорошие. Тогда надо с вечера потому что утром он уже может успеть поесть. тоже верно. А может тогда вечером его уложить спать голодным. Вот писать какие бывают проблемы. Да страшные проблемы. Так хочется есть что проспустил. Давно начал дело кажущееся мне важным и богоугодным. Но не дается. В чем причина? Как мне понять? Господь ждет от меня усердие или оно ему не угодно? Если можно помочь, то какой молитвой к Богу обратиться? Господи, помоги. помоги, вразуми, дай понять. Да, у Бога можно о чем угодно просить. Вот эта ситуация очень часто, когда человек нечто затевает, но не уверен. часто, но здесь человек явно темнит. Ну, он не описывает дам. Вот одно дело. Ну, на его взгляд Бог угодно. А чего с ней поделиться с нами? Мы же номер паспорта не знаем. Телефон домашний не знаем. Вот что этот человек темнит? Раз он наводит тень на плетень, пусть в этой темени и разбирается, куда встать для того, чтобы не на доску с гвоздем попасть. Ну, не всегда человек сам понимает вообще, куда ввязался. И с кем? А рассказывать об этом слишком долго. Нас жаллеет. Ну, в общем... Тогда и нечего вообще писать. заканчиваем, отец Александр. Да. Всех поздравляем с наступающим днем покрова Престой Богородицы. Спасибо, батюшка, за передачу, за ответы. Спасибо вам. Всего доброго. Богородицы. Спасибо. 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 Продолжение следует...